Добрый день, уважаемые трейдеры компании A-Markets, на связи Роман Корнев и моя еженедельная аналитика по торговой стратегии Scalping Entraday на зеркальных уровнях. Досмотрите видео до конца, я покажу новости экономические, на которых можно заработать. Также ставьте лайк, не забывайте подписываться на мои еженедельные выпуски на моем канале, ссылка будет в описании. Ну давайте посмотрим, что нам готовит эта неделя. Австралийский доллар, новозеландский доллар. Мы видим, вот на H4 видно хорошо сопротивление. Здесь в районе цены 1.04.27 есть сопротивление, от которого можно будет вставить ордера на продажу. Также на M15 видим хороший уровень поддержки для краткосрочных скальперов, скажем так. Есть уровень 1.03.27 на покупку. Кстати, на прошлой неделе я дал несколько сигналов, два из них идеально отработали. Остальные еще не дошли до цели, поэтому пользуйтесь сигналами, зарабатывайте. Еврофунт. Наблюдается нисходящий тренд, также есть уровень сопротивления. Возможно на этой неделе и не дойдем до него, но тем не менее отметим 0.85.58. Но мы видим, что если цена начнет разворачиваться, так же как в предыдущий раз, то у нас будет хорошая волна и на коррекциях будет сетка Fibonacci, я думаю, очень хорошо работать. Поэтому в районе цены 0.85.100 не забывайте, продаем от уровня Fibonacci 61.08. Ну и про остальные уровни тоже не забывайте. Британский фунт. Похожая картина. Тоже уровень сопротивления наблюдается в районе цены 1.37.68 можно будет продавать. Также сейчас движемся вполне наверх, поэтому если цена пойдет вверх, то у нас будет также сетка Fibonacci. И здесь от уровня 1.36.46 можно будет продавать. Ну и также рассматривать другие уровни для продажи. Доллар и иена находится в восходящем тренде. Здесь актив достаточно непредсказуемый, но тем не менее, если кто-то хочет закупиться в перспективу, либо краткосрочно поторговать, то здесь в районе поддержки 113.839 можно будет поставить ордер на покупку. Ну и давайте посмотрим криптовалюту. Кстати, посмотрите на моем канале выпуск про криптовалюты, про биткоин. Очень интересно, людям понравилось. Оставляли комментарии, поэтому обязательно посмотрите. Давайте посмотрим, что у нас с DashCoin. Он движется в интересном треугольнике, что говорит о том, что цена слушается технический анализ и вполне возможно, что отработает себя еще разок. Поэтому давайте посмотрим это в районе 238.59. Можно будет ставить ордера на продажу и зарабатывать на криптовалюте. Теперь давайте посмотрим экономический календарь. Во вторник будет ВВП Германии. Планируется укрепление ВВП. Ну увеличение ВВП, поэтому укрепление евро вполне возможно. В среду будет решение по процентной ставке на Вазеландии. Планируется увеличение, а значит укрепление валюты. По доллару ВВП будет новость. Ну и число первичных заявок на получение пособия по безработице. Поэтому обратите внимание. Ну также публикация протоколов ФОМС. В четверг и пятницу тоже есть новости. Там выступление Лагард. Но будет, как я уже сказал, в США День Благодарения. Вот и поэтому рынок будет тонкий, не очень предсказуемый. Думаю, стоит воздержаться от сделок со слабыми сигналами. Такие рекомендации на эту неделю. Ставьте лайки, напишите комментарии, согласны, не согласны с моими сигналами. Желаю всем успешной торговой недели. Торгуйте с удовольствием. Всем пока.